Приветствую вас. Вы знаете, не очень понятно из вашего сообщения, что произошло, вот, конкретно. Ну, кроме только того, что она стала остывать. Это, в общем, понятно. Это вот, наверное, единственное, что понятно, что она вот стала остывать. Вот. Смотрите. Момент какой. Три года вы встречались. Три года вы встречались. Знаете, три года вдруг большой достаточно, и сразу хочется вас спросить, вот, если вы встречались три года с ней, как вот так вышло, что... Ну, как так вышло, что вы, ну, например, не взяли её замуж, да? Как так получилось, что вы не стали мужем и женой? Опять же. Если, да? Если вы любили её, как вы говорите. То есть, понимаете, момент какой, что три года срок, это, ну, достаточно большой. Вот. Это достаточно большой срок. Три года. И вполне возможно, что девочка, она просто вот решила для себя, что у вас нет в отношении, в отношении неё серьёзных намерений. Вот. И всё. И всё, и... Решила она с вами... Значит... Больше не встречат. Это с одной стороны. Это с одной стороны. А с другой стороны... С другой стороны... История может быть такая, что человек просто охладел после трёх лет. На... На первые три года отношений приходится определённый кризис. Вот. И... В общем-то, это, ну, довольно частое явление, что после трёх лет люди могут растаться. Люди могут создать иск, люди могут... Перестать... Ну, перестать испытывать... Тягу... Друг к другу. Вот. Не понимаете? Какая... Какая сторона? То есть... Ну, вот это всё, вот эти моменты... Их нужно... Выявлять, да? Как минимум. Их нужно как минимум выявить. То есть там, может быть, нет никаких условий, нет никаких, вообще, предпосылок. Для того, чтобы она вас... Ну, бросала, чтобы она уходила от вас. Ну, может быть, нет таких предпосылок. Вот нет. Но тем не менее, это всё равно произошло. Понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому... Поэтому... Тут, мне кажется, вам нужно обратить внимание вот на это. В первую очередь. Для себя. В первую очередь. А дальше уже? Смотрим. А... Второе. 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 Второе касается... Ммм... Второе касается значения. То есть, образно говоря... Каково значение для вас, разрыва с девочкой? То есть, то есть... Приполодин... Приполодин... Что она решила... решила от вас уйти. Предположим. Решила она от вас уйти. Ну, это её решение, вот, её выбор. Пусть он этот выбор и, как бы, вам может быть не по-русски, но, тем не менее, да? Вот. Как вы восприняли её, условно говоря, поведение, её решение? Восприняли ли вы его в той позиции, что, ну, раз ушла, значит, хотела уйти? Восприняли ли вы её решение, значит, значит, с той точки зрения, что ушла, значит, нанесла вам ущерб, нанесла вам какой-то урон, да? Вот. И так далее. То есть, если у вас, ну, такая вот позиция, это тоже очень важный момент, на самом деле. И далее, далее, с вашей позиции, эм, такого типа, я бы сказал, что нужно разбираться. Там что, если вы восприняли это на свой счёт, тогда означает, что вы, ну, в некоторой степени в себе не уверены, либо вы, там, условно говоря, уязвимы. К определенному негативу, да? Склонны, склонны к тому, чтобы считать себя каким-то вот, ну, не таким, да? Ну, неправильным. Вот. И так далее. То есть, в этом случае, с этим уже нужно будет работать. В этом случае уже в этом направлении нужно будет работать, да? То есть, в том, как вы это восприняли. Что значит для вас. Девочка, что она значит для вас, что вы для неё значите, и так далее. Это очень важный момент. И, собственно, смысл, смысл, собственно. Собственно, тот смысл, который вот вы, там, допустим, допустим, ищете в том, что она вышла. Его мощь может, по большому счёту, и не быть. Понимаете? Его мощь и не быть. И вам, вам для себя лучше этот момент всё-таки выявить. Вот. Вам для себя лучше этот момент всё-таки, как бы, принять, да? Вот. Потому что если внизу нет, то вам останется просто, ну, просто принять этот факт тогда и когданость, и всё. Вот. А так, получается, что вы страдаете от того, что ищете истину там, где её нет. Вот. К сожалению. Вот, в принципе, такая история. Вот, в принципе, такой момент. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя сделаете определённые выводы. Я надеюсь, что вы для себя извлечёте, значит, пользу. Значит, ну, из того, что я сказал. Вот. Я надеюсь, что вы извлечёте пользу. И я надеюсь, что для вас это будет действительно таким вот, своего рода откровением. Вот. И как минимум, ну, и даже если не откровение, ладно, то, как минимум, будет это будет стимулом решать проблемы свои. Вот так. В принципе, я думаю, можно вам ответить. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.